Это была гордость советской артиллерии. Комплексы С-300, разработанные для уничтожения воздушных целей на расстоянии нескольких десятков километров, способные в нужном количестве обезопасить от ракетных обстрелов любой город бывших республик, фактически оружие мира. Но россияне, как всегда, смогли обратить его на убийство и террор. Данные комплексы выполняют фактически с конца весны и начала лета функции ракетных пусковых тактического, оперативно-тактического уровня. Данные комплексы стали использоваться вместо тактических ракетных комплексов «Точка-У», а также ОТРК «Искандер», тогда, когда ракеты к этим комплексам попросту стали заканчиваться. И вот, по информации издания «УЛЕ», заканчиваться уже стали и сами комплексы С-300. По этой причине РФ начала разоружать базы ПВО вокруг российских городов и отправлять эту технику в Украину. Так, по спутниковым снимкам военной базы на Карельском перешейке недалеко от Санкт-Петербурга видно, там, где ранее хранились комплексы С-300, сейчас лишь выезженный газон. При этом сами жители города на Неве ранее зафиксировали колонну С-300 на выезде из города. Эти установки работают по следующему принципу. Радар засекает в воздухе угрозу, после чего ракета летит точно в цель. Как дополнительный режим работы присутствует стрельба по наземным целям. Но режим этот далеко не основной. Естественно, с гораздо худшими показателями. В радиусе действия локационной станции еще куда не шло. Но при стрельбе на максимальной дистанции отклонение возможно в несколько сот метров. Именно в этой связи данные ракеты, когда применяются по поверхности, они подвержены большому количеству ошибок, точности. И когда выходят за пределы действия РЛС, то за пределами 30 километров точность снижается просто катастрофически. Они уже на расстоянии 40-50 километров могут иметь просто чудовищную погрешность точности. По этой причине, когда действительно важно поразить конкретный объект, С-300, русские подгоняют на расстояние до 30 километров от цели, где комплексы попадают под тотальное уничтожение западной дальнобойной артиллерии. В итоге системы ПВО становятся таким же расходным материалом, как и боеприпасы к ним. Красиво, наверное. Когда же стрельба ведется по принципу «лишь бы куда-то прилетело», ракеты выпускаются по максимальной траектории с безопасного для установок расстояния. Но в таком случае эффективность поражения именно в ВСУ соответствующая. Это действительно шаг отчаяния, поскольку это оружие для террора. Оно не несет какой-либо эффективности в борьбе против вооруженных сил той страны, против которой воюет армия, которая применяет эти комплексы именно в таком формате. Поэтому исключительно как элемент террора, да, оно годится. Как элемент в наступлении, либо в обороне, нет абсолютно. Если, конечно, только в обороне, оно не применяется по своему первоначальному назначению. Переброска этих комплексов от окраин Питера более чем красноречиво свидетельствует о двух вещах. Во-первых, главная задача РФ не поражение войск противника, а массовые ракетные удары вглубь Украины. А во-вторых, Кремль показал, что отрицает любые перспективы нападения НАТО или ВСУ на Россию. Иначе убирать вооружение, способное защитить российские города, это просто безумие. РФ неоткуда пополнять запасы точного вооружения, поэтому в ход идет все, что способно хоть как-то добить до Украины. Но главное, это то, что у России остается все меньше возможностей эффективно противостоять вооруженным силам Украины. Продолжение следует...